вы на канале давай я всем привет вы на канале раз его наша жизнь всем привет вы на канале ты говоришь дальше всем привет сегодня у нас вылазка в очередной магазин 99 центов сейчас посмотрим что есть чего нет и вам покажем что-то купим в магазине перестановки все готовится к паске да у нас главная цель заготовить то чего у нас не хватает берем или цифрят не березать только блин их одинаковых дать надо так а зачем давайте ну давай белого зайка не будем точно брать его никто не будет есть ну вот тут получается цыпленок и глаза а вон какой-то зайка такой которого не такой они спутались то есть раку зайков разных форматов хватает из маршмеллоу из шоколада каких-то из белого шоколада нет я говорю что всяких хотах вот смотрите красивые дать давай ну и хватит ну широку пели конфеты или ты еще хочешь ну вот смотри тут же какие-то в другом месте он еще какие-то может еще где-нибудь будет херше классно было бы купить вот такие яйца наполняются прячутся и потом где-то раньше это в школе заносили мы такие яйца детям их прятали на стадионе и дети собирали им это очень нравится и к сожалению в этом году этого не будет так давай не будем давай пойдем в общем всего в магазине хватает вода вот стоит бери не хочу я бы сказал что она даже дешевле стала чем было бери минералки так с лимоном надо брать ты просто уберешь по 99 центов литровая бутылочка смотри это вода было по 299 стала по 249 подешевела 2 прошлое прошлая цена была регулярно она не дорожала смысле в связи со всеми так сказать делами а вот наоборот подешевела так ну пепси все эти напитки это традиционно по 99 центов нам надо было в чипсы зайка зайти пойдем по порядку зайдем в чипсы там зацепим что нибудь так и я не хочу но мы в чипсы собирались мы попкорн хотели вот такой брать будем брать бери наверно две разных пачки баттер не баттер может взять еще вон ту вон садричи вот это вот бери мы устраиваем сейчас movie night как минимум раз в неделю а то и чаще поэтому попкорн это стратегический товар можно побаловать антошу лэйсами чеддер саурский саур крем вот эти вот можно взять чиз павс можно было бы взять вот такой попкорн у него какой-то привкус он не вкусный я люблю карамельный на этот абсолютно не то так ну что салка им еще один может зацепим какие чипсы маленькие давай мы же не будем ходить берет нам вот эти голубенькие вот так так теперь идем майонез нам на пубин майонез этот а ну давай в этот ряд еще зайдем шоколадики всякие чем у нас там еще может ой я соски хочу есть шоколады есть давай соски сосульки нет они по-моему там вот где-то дальше конфет навалом всего навалом я тоже не вижу я вот вижу сосочки на палочках не хочешь я тоже смотри джурастик вот какие конфеты классные шоколад может взять пару шоколадов возьми он с фундуком каких темных очень да хотелось взять соски зайка вот тут и хорошо посмотрела вот в этих лежащих лучше почувствовать где завалились смотри внимательно нету ну пошли короче конфеты не найдем идем дальше да еще страшно можем кстати зацепить вафельки они всем нравятся 130 грамм и может взять где берем вот такие ореховые и ванильные антошке они очень понравились он почувствовал вкус их а это я очень полюбил печенье такое оно как курабье карантина выйдет тот кто пролезет в дверь на на с этой полке ничего не берем да окей может свет кого-нибудь купишь твоя любимая заказе посмотри какой вес вот этих вафелек мы наверно вот эти будем брать ну а здесь посмотри сто восемь не давай тогда возьмем вот такие вот бери вот ореховые ну вот прекрасно а эти я замесу так мы в консервированном ряду нам нужен кетчуп зай может два возьми кетчупа ты хочешь подождать давай вперед пройдем потом вернемся оливочки нам надо зацепить зайка консервы да разобрали конкретно огурцы мы хотели взять зайка но огурцов я не вижу я вижу отлично вот собирай все смотри в пакетах есть короче берем огурцы кто был с нами тут и все это огурцы по вкусу как болгарские огурцы из советского союза это очень классно очень вкусно ну давай скажем я их нюхаю когда мне болит голова и мне становится легче серьезно я их только не как бы не было смешно но это помогает так ты возьми еще пару банков мы не будем ходить бери походят ты думаешь я снюхаю сколько я их буду есть все еще одно и пошли в кетчуп в общем с одной стороны продуктов хватает с другой стороны конечно в центах никогда вот такого не было чтобы были пустые полки то есть подразмели немножко да это красивая баночка какой-то корейский соус но но очень красивая баночка но не знаю а наверху них этих соусов новых интересных нет все значит идем в оливки тоже баночек надо их 6 зайка взять сразу потом без них не сидеть если они почему-то красные стоят был и нашей нету да ну блин а это не те которые маринованные елки палки на рыбалке 4 купим и нибудь давай блин вот засада да пойду проверю еще раз спокойно просто там такие стояли в общем вот так вот да немножко подразбирают какие-то консервы растащили там так так я себе говоря поэтому пошел смотреть друг рядом стояли ладно давай тачку ну ладно макаронов нету смотри вот сколько лежит каких хочешь ну попустили полки подразобрали да но подразобрали что там зайка у нас еще по списку картошка пошли в картошку перцы по цене как смартным смартным фангу в этом всем слабе да а вот здесь сосачек не будет подержи я загляну нет здесь только орехи и всякие сушеные фрукты и овощи я толкаю иди бери что надо я тут посмотрю кстати вот эту за из салфетки есть бумаги туалетные нет тут немножко чипсы так а чё ты не пошла туда дальше я просто такой вот кружок сделал мы салфетки не будем брать у нас их нормально есть бумаги нет туалетные как видишь за зелени мне кажется не надо у нас много зелени я боюсь она ты думаешь а что ты с ней будешь делать что они просто как я не знаю какие вообще резинки где вы хотите брать иди бери давай давай я за тобой школьная там было около паски давай идем за картофаном лимонов мы набрали с картошкой напряг маленькие мешочки и сколько она стоит 99 центов нам картошка для ухи давай возьмем погнали но ролик куда году не будем брать запас по полной так мы получается все уже взяли кроме резинок этих они в каком отделе были школьном школьной около паски я видел отдел у нас центрах произошли перестановки и ели это было не так давно мы бываем редко поэтому до сих пор еще не привыкли к этому всему происходящему зайка нам не надо ничего из этих каких-то лечебно-профилактических так а вот выше возьми еще белые пускай будут а ну белые какие-то вообще не красивые эти разноцветные может две пачки сделать ну давай две разноцветных а зачем они одинаковые ну блин но эти широкие толстые или они все-таки они здесь разные есть да ну все это самое главное как детей ну в общем по пасхе мы где-то еще можем что-то посмотреть как ты знаешь ну хочешь пошли посмотрим давай ну мыльно-рыдные пошли здесь ничего не надо ничего не надо ну пошли мыльно-рыдные в общем зацепили еще вот такой медицинский спирт у меня есть в машине специальные такие я не знаю как сказать дозаторы когда-то мне давали их сначала в одной страховой компании потом в другой и в общем я не знал их чем заправляться сейчас вот раз на глаза попало там они сделаны как в форме маркера заправляешь и потом такая обшикалка небольшая очень классно и взяли еще вот для готовки такую доллар стоит фольгу ну все сейчас на кассе и потом скажем что это стоило вот а так в общем с одной стороны товары есть а с другой стороны товары как-то разгребли и полки полупустоватые местами как-то так закончился наш поход суммой 45 долларов что купили вы видели пересказывать не будем слово наша цель была поехать докупить каких-то вкусняшек детям потому что на пасху на пасху потому что ну честно сказать у нас и консервы есть у нас есть и макароны и каши крупы всякая фига ну конечно хочется детям чего-то иногда так под вкусненькое дать как бы по большому счету мы могли бы еще спокойно посидеть определенное количество недель дома ну я думаю в прошлый раз когда мы делали большую закупку и уже понимали что нужно подготовиться к карантину то мы уже готовились мы уже готовились и в прошлый раз мы были три недели назад в магазине мы не хотим ходить просто так ну там типа за одним мороком там или еще за час больше чем три недели назад за это мы были 13 числа получается 17 дней и шесть двадцать ну в общем три недели и пару дней подготовились на ближайшие я считаю что мы будем недели три сидеть безвыросно дома все эти три магазина мы посещали с конкретным списком чтобы купить то что надо ну конечно мы купили и то что где-то какое-то баловство но наша цель была купить все конкретно по списку чтобы ничего не упустить чтобы опять три недели как минимум сидеть а то может и больше потому что я ну я теперь каждый день раньше почему-то это не делал теперь каждый день смотрю всякие новости наши смотрю по нашей Эррей Каунти по Калифорнии в принципе что говорит губернатор что наш мэр говорит что мэра мэр говорит короче ты смотришь за Калифорнию и за Нью-Йорк скажем так да за Нью-Йорк я тоже очень переживаю по Нью-Йорку дается картина города и общее по стране потому что ну там говорят еще и по стране а по Калифорнии это наше так сказать место ну я по Эррей Каунти вообще нашего мэра именно смотрю ну и естественно я смотрю более локальное вообще по Турансу что происходит и сейчас наш губернатор и наш мэр они настаивают на том чтобы ближайшие две недели даже если вам в аптеку нужно скажем просто чтобы пополнить запас аспирина которым вы прямо сейчас вот не нуждаетесь они призывают не идти даже для такого если я он говорит что если вы можете избежать сейчас похода в магазин вместо скажем белого хлеба поесть черного то лучше остаться дома и поесть то чего есть поэтому мы готовы к там мы подготавливаемся к тому чтобы три недели вообще ну даже за почтой не хотите не рыпаться не за почтой будет прогуливаться на почту на почту у нас дорога мимо трех соседей пройти у нас теперь такие путешествия на мусорку ты куда я на мусорку короче спирт мы купили вот для этой штуки что я вам рассказывал в магазине видите выглядит как ручка это колпачок у тебя же такие же еще есть от нашего полис департмента да так их много кто раздавал вот конкретно этот он от компании моя первая страховая компания где я получил первую страховку на машину и вот здесь такая пырскалка она пустая в общем это какой-то санитайзер может здесь просто такой же спирт был залит и я думал блин как их заправлять они развинчиваются и вот сейчас пошла эта волна со всеми санитайзерами и вот мы купили спиртик сейчас ее заправишь получается очень удобно в машине если надо так раз побрызгал на руки потому что ну я часто когда вот работаю увожу людей бывает сесть перекусить и в общем-то особо руки помыть негде взял побрызгал и хорошо спирти помогу Зайка от полицейских тоже она развинчивается да? да они все развинчиваются ты смотри а вот она большая в какой-то еще есть немножко у меня это от кого? почитаю ну это от да от полиции торрентс полис департнент ой я тебя напшикаю ну не пшикаю короче их себя надо заправить хорошая штука это надо мне кажется не заправить вот пошла? прекрасно да Сережа она просто как дела вещь я думал водкой заправлять но оказывается есть водкой пикинь какой будет тебе запах фу а вот смотрите какой почему мне нравится здесь такой милый пальцей надо его ближе показать чтобы его не видеть вот ну в общем вот такие дела все а вы были на канале нилайф подписывайтесь ставьте колокольчик чтобы не пропустить новую серию и сидите дома да смотрите наше кино показывайте ваше кино смотрите кинокомедии дивитесь с нами пожалуйста кто может какие сейчас детские фильмы классные смотрит потому что вот коснулась старые новые и мы такие быстрее начинаем шебуршить что-то искать может кто-то знает что интересно да что мы последнее посмотрели вперед да вот этот новый мультик очень хороший мультик рекомендую называется вперед так что очень трогательно доставайте его из этих каких называют из интернета смотрите очень интересно все бай бай пока